Экспериментаторов-поджигателей, подвергающих сомнению безопасность облицовочного материала, которым обшивают многоквартирные дома в Кустаная, будут привлекать к ответственности. Одного из местных жителей, снявшего ролик из окна своей квартиры по проспекту Абая-147, установили. Мужчина с помощью зажигалки проверял на огнеустойчивость термопанель. Давайте проверим облицовку. Успокоить горожан с 17 многоэтажек, фасад которых сейчас обновляют, взялись в городском Акимате. На брифинг пригласили журналистов и спонсоров проекта Куркеи Бер Костанай, в рамках которого предприниматели взяли на себя обязательства по улучшению облика старых многоэтажек. До этого мы красили фасады. Как вы знаете, в этом году один из вариантов был именно такими термопанелями сделать. Почему? Потому что они сразу же делают несколько хороших вещей, такие как утепление жилых домов будет, потому что там идет состав пенопласт. Также плюс еще улучшение архитектурного облика. Сразу после появления видеоролика облицовочный материал проверили в управлении ПЧС. Спасатели утверждают, что в его состав входят антиперены. Это компоненты, которые добавляют в стройматериалы для огнезащиты. Все соответствующие документы, сертификаты есть. С нашей стороны, как бы, вопрос в отношении данного материала. Полувековые пятиэтажки обновляют за счет спонсоров, которые также за свой счет застеклили балконы жильцов этих же домов. А материалы закупили в городе Актау. В Сурции тепло очень дорогое, поэтому у них даже правительство поощряет тех людей, которые, значит, обшивают пенопластерол. И ничего, никто не горел, никогда ничего в таких случаях не было. А материал покрыт кварцевым песком. На протяжении пяти лет Актауские панели используют для облицовки домов в Нурсултане, Актау, Атырау, Уральске и Шемкенте. Заинтересовались красивым и доступным по цене материалом и в Петропавловске. Хамзан Руписов, Балсло Ликенова, РТН